Сентябрь Конец сентября, первый отпуск в году Вот мы и добрались до отдыха и к морю Тепло и солнце нас дождалось В каком же я была отличном настроении Семьи из приехали за покоем и воздухом Жизнь в большом городе учат ценить и то и другое А южный берег Крыма усажен соснами, кипарисами Оттого пахнет хвоей Дышать не только приятно, но и полезно Вот один из старейших представителей семейских хвойных Чтобы ее обхватить, нужен еще как минимум один человек в помощи И желательно с длинными руками Такая красота росла прямо перед окнами нашего номера Но о гостинице чуть позже Давайте сначала пройдемся по улочкам поселка Со своими подругами я отдыхала в Семизе несколько раз И очень хочется посмотреть, как тут и что изменилось с тех пор В Семизе я была примерно 3 года назад В 2012 году и тоже в сентябре Поэтому, конечно, очень интересно сравнить Например, вот сейчас в Семизе появились такие указатели Которые указывают на достопримечательности, зону отдыха В том числе на какие-то природные знаковые места И здесь есть даже QR-код Семьи из поселок Порталов Он находится на скалистом склоне И чтобы по дорогам пройти от пункта А до пункта Б А пункт Б для туристов, как правило, это пляж Можно порой топать несколько километров Можно, но не нужно Главное знать, где лестницы Вообще тут много ступенек Когда мы были здесь с подругами, сначала проклинали их А потом благодарили Так ненавязчиво подкачать ножки Всего за пару дней Ни один спортзал не поможет Две минуты и мы в центральной аллее Вот там она Если ступенек мало И хочется подкачать другие группы мышц Вот вам спортзал под открытым небом появился Тренажерчики тут в парке стоят Три года назад их тут не было А вот и Кипарисовая аллея с белыми скульптурами Ее еще называют аллеей Аполлонов Семьи из вообще очень приятный поселок Это совсем не холопки возле моря Как многие почему-то представляют Крым Это местечко с историей и старинной архитектурой В свое время он не был из баловок Вниманием императорской семьи Но в начале 20 века Здесь началось строительство курортного поселка Википедия гласит Он стал одним из самых престижных И благоустроенных буржуазно-аристократических курортов Крыма А с советских времен За семеизм закрепилась слава Не только здравницы для страдающих Легочными болезнями Об этом местечке говорят Как и в курорте, который полюбили Мужчины нетрадиционной ориентации И якобы бар ежи Культовое для них место А я помню, что в ежах Самый вкусный шашлык Так что у меня свои мотивы Сходить туда вечером Кстати, животные ежи Один из символов семеиза Им даже такую скульптуру посвятили Мы нашли семейских ежей Для многих туристов Вот эти скульптурки каменные Они просто символ этого поселка Кажется, там еще один Или может это камень Похожий на ежика Судя по всему, он тоже мог бы быть ежом Еще один анималистический символ Семьиза Кошки Правда, они тут не просто кошки А котяры какие-то Такие все вальяжные Надменные Что сразу понимаешь Кто хозяин этих улиц И даже кафе В том самом баре ежи Заказать шашлык нам не удалось Мангальщик, оказывается Уже закончил свой трудовой сезон Да, и такое может быть 25 сентября Тогда я решила полакомиться Черноморской рыбкой И вообще я очень люблю Есть что-то местное Тоже такой способ Знакомства с культурой Традициями Ну и как минимум С вкусовыми привычками Рыбка была волшебной Котяры тоже почувствовали это И просто атаковали меня Моя рыбка Нет, не трогайте меня А глаза-то какие просящие Хочется есть мою рыбку Нет, не трогайте Нет, не трогайте Нет, не трогайте Нет, не трогайте Свои дамы Что это такое Вот так выглядит наш завтрак Ну, конечно, вложение не очень большое Омлет или каша на выбор овсяная Но зато где? Это все равно лучший завтрак За весь этот год Потому что здесь морской бриз Здесь море буквально в 20 метрах Здесь запах моря Солнце, тепло в 9 утра Так тепло, так классно Это конец сентября За этими потрясающими впечатлениями от завтрака Нам не пришлось никуда идти Так выглядит кафе в гостинице Пусть блюда и не очень интересные Однообразные день от дня Но съедобные и под лучами утреннего солнца Вообще кажутся мега вкусными Мы остановились в старинной усадьбе Когда мы выбирали гостиницу Очень удивлялись Там были, ну, просто потрясающие красивые фотографии Думали, так ли это или нет Или, может быть, это снято где-то в других местах А сейчас здесь видим, что здесь действительно настолько красиво Что здесь просто не надо даже талантом фотографа обладать Чтобы сделать красивые снимки даже на телефон А вот так выглядит фасад нашей усадьбы Нашей гостиницы Там на втором этаже Напротив сосны, как раз по центру, наш номер И он выходит окнами на море И на вот этот прекрасный внутренний дворик Точнее, он даже не внутренний Он внешний, более чем внешний Вот такая красота здесь Старинные сосны, хвойные деревья В море, воздух тут просто потрясающий Рядом нет вообще машин Дорога перекрыта Поэтому здесь, ну, только мопеды иногда проезжают Поэтому я думаю, что здесь сюда можно приехать Только для того, чтобы просто дышать Вот просто стоять, греться на солнышке и дышать Я всегда называю места, где мы останавливаемся И говорю о них все, что думаю Ну, пока, правда, ни один отель не предложил скидку на повторное проживание Ну и ладно Лига морская уж точно не рядовая гостиница Когда мы ее искали, уже в Семизе на верхнем этаже шла экскурсия Представляете, поднимаемся с чемоданами А там рояль стоит в зале И гид что-то рассказывает в группе Мы сразу звонить на ресепшн Уточнять, туда ли вообще пришли Туда Оказывается, наши номера располагаются в одном из красивейших зданий Семиза Пансион коллежского секретаря Александра Водольника 1913 года постройки Кто бы что там не говорил про Египет И как бы не сравнивал их с Крымом Мне кажется, сравнивать просто невозможно Потому что здесь оно все живое Здесь растительность, которой десятки лет Здесь гостиница может располагаться в старинной усадьбе Которой более ста лет И это реально Там такого просто не может быть Потому что сто лет назад там просто не было ничего Там была только пустыня В сентябре 2015 года здание еще было в процессе реставрации Это доставляло некоторые неудобства О боже, здесь идет ремонт, о господи К счастью, это была разовая акция Шумели не часто Почему-то сильно критиковать гостиницу не хочу Для меня все недостатки перекрывали ее преимущества Не знаю, сколько будут стоить номера в наступившем году А мы весьма недорого пожили в старинной усадьбе у самого берега моря У нас номер считается полулюкс улучшенный Ну, вот такой, в фиолетовых тонах Потому что лето, нам все фиолетово Видимо, так думал дизайнер, когда составлял свой вот этот интерьер Номер достаточно просторный Потолки просто нереальны Вот меня еще раз надо поставить, чтобы я до нее дотянулась, наверное Ну и, конечно, самое большое преимущество этого номера Это прекрасный балкон Он просто огромный Я уже его вижу и сейчас вам тоже покажу Он огромный, он просторный И он выходит на море Здесь очень зелено И там блестит вода Согласитесь, всем иногда хочется почувствовать себя аристократом На такой террасе сразу и осанка как-то появляется И мысли о чем-то возвышенном наполняют разум Все для спокойного, неспешного и красивого отдыха Вот такой у нас балкончик, такая мебель, плетеные стулья Здесь можно посидеть вечером, днем Вы можете представить, что сейчас я в руке держу бокал вино Но бокала нет, потому что, вы понимаете, 18+, и все такое не будет И вот такой прекрасный вид А теперь о минусах нашего номера Шумел холодильник Среди окружающей тишины по ушам било сильно Мы его в первую ночь вообще отключили В ванной не очень хорошо работал кран Сотрудников гостиницы не всегда удавалось найти на ресепшене Телевизор старенький и почти ничего не ловил Но разве мы приехали в экран пялиться? Из плюсов Сейф с кодовым замком Можно было не беспокоиться за деньги, документы И ключ с собой не таскать В стоимость входили завтраки И шезлонги на пригостиничном пляже А еще, конечно, потрясающий вид И бесконечно приятный шум моря Фото на тему утреннего завтрака в соцсетях Здесь нет интернета Но я запасусь такими фотографиями на целый год А вот пляж нашей гостиницы Он не закрыт ничем Но я думаю, что сюда никто не приходит Потому что гостиница находится в достаточно уединенном месте Пляж каменистый И стоят шезлонги Вот там как раз два пустых Я думаю, что это наши Ух, какие каменюки Здесь, конечно, хорошо И воздух просто прекрасный И здесь очень легко дышится Но я не очень люблю камни Я просто не умею по ним ходить Поэтому мы пойдем на другой пляж Здесь совсем недалеко В Симизе есть замечательный пляж Галечный, но там достаточно мелкая галька И купаться там гораздо комфортнее Пляж у скалы Дива Один из самых лучших Не только в Симизе Но и на всем южном берегу Мелкая галька Теплая вода бирюзового цвета Сказка просто Туда мы и идем По пути проходим главный пляж Он тоже неплохой Довольно большой И валунов в воде почти нет Совсем рядом закусочные Чайхана с панорамным видом на море Вот такой тут душ Туалет-раздевалка Ну и торговые точки, конечно Правда, раньше жизнь на набережной Была куда более оживленной, мне кажется Конечно, на набережной В Симизе стало значительно тише Какая-то торговля есть Какие-то кафешки остались Но все-таки, например, вот здесь Остров Сокровищ Те, кто здесь отдыхали, знают Что здесь был клуб А вот сейчас ничего нет Не знаю, то ли сентябрь Конец сентября То ли, в принципе, как-то стало вот так А вот, наконец, и наш пляж Рядом со скалой Дива Да, вода все такая же бирюзовая А галька не травмирует ноги Даже без специальной обуви В этот раз мы обследовали дно Еще и с помощью камеры ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А на пляже виды как в детстве Простые такие отдыхающие Разных весовых категорий Всеми силами пытаются загореть Наверняка многие из вас Тоже дню к третьему на море Отбрасывали все стеснения Ради единственной цели Золотистая кожа Причем во всех доступных Солнцу местах Но это еще не апогей усилий Ни одной тете С закрученными в попу плавками Как же так? Видимо, произошла смена туристов И они еще не примелькались друг к другу Чтобы чувствовать себя без комплекса Как говорится Я тоже окунулась в колорит местного отдыха По-своему, но как могла Что нужно есть на пляже? Можно и черноморского краба, конечно А еще... Чебурек! Чебуретина! О, этот жирный, огромный чебурек Я вообще не поклонница такой еды Но должна признать Их там умеют готовить Чтобы и сочный, и в меру поджаренный был В общем, попробовать стоит Еще один гастрономический совет Так сказать, от бывалого Будете отдыхать в Семезе или в Алубке Ждите на пляже Татьяну С чурчхеллой, которая лучше всяких сникерсов Эта фраза как кодовое слово Попробуйте, не пожалеете Такого качества нигде не купите Домашняя чурчхеллка Магеласа Все пищевали Домашняя чурчхеллка В этот раз мы приезжали с мужем в Семезе всего на два дня Перед прелестью погоды не устояли И задержались еще на день В основном отдыхали на пляже Если честно, даже не успели побродить по поселку как следует А экскурсионные программы рассчитывали устроить себя в других местах Крыма Здесь хотелось просто прийти в себя Очень подходящее для этого место Но Семез все-таки не только такой бездвижный релакс Можно взобраться на гору Кошка Пройтись по верхним улицам поселка Оттуда открываются потрясающие пейзажи и панорамы с километровым обзором Интересно найти виллы, старинные усадьбы А еще и стоптать тропинки в парках с причудливыми деревьями В Семез несколько раз в день заходят экскурсионные теплоходы Есть прокат гидроциклов и катамаранов Мы тоже решили взглянуть на побережье со стороны Здорово отплыть от берега и посмотреть на все со стороны Потому что пейзаж действительно потрясающий Видно вот эти скалы Айпетри с одной стороны С другой стороны скала Дива И зеленый-зеленый холм Это признак южного берега Если выше, в севернее, так скажем, по полуострову уже тоже осень, степь То здесь все зеленое Здесь можжевельник, здесь кипарисы И поэтому здесь просто потрясающие пейзажи, мне кажется, в любое время года Выходим в открытое море Да уж, тут полнуется море гораздо сильнее Как бы наше суденышко не накрыло Такие катамараны бывают только в Крыму Вот так выглядит наш навес, надо придерживать Сейчас мы проплываем мимо южного берега Крыма И прямо перед нами панорама Семииза Поселок, в котором живет около двух тысяч человек И отдыхает гораздо больше Правее от нас гора Айпетри А слева скала Дива Знаменитая скала, по которой моряки узнавали, что здесь есть причал и здесь есть город Возле берега здесь практически нет никакой живности А вот немножечко вглубь в море Здесь можно увидеть и медуз Огромных медуз, таких страшных И каких-то рыбок даже Да, воздух здесь ни с чем, конечно, не сравнится Потому что здесь настоящая природа естественная Она не создана человеком Скорее, человеку позволено как-то включиться в эту природу Море утром, днем и перед сном Лучшее лекарство от всего Я не хочу сравнивать Крым с другими странами Тут каждому свое Кому-то важно есть круглые сутки И тогда без all-inclusive, ну никак Даже если пустынный воздух Очень сухой, а растительность вокруг зачахнет Перестань ее поливать хотя бы на день Я люблю Крым за то, что он настоящий Без надменностей, высокомерия Без пафоса и прочих уловок А еще он с юности С теплыми воспоминаниями И приятными чувствами Первых самостоятельных каникул и отпусков Думаю, у каждого есть такие места на планете Куда хочется возвращаться не потому что А просто так Без пафоса и прочих уловок